Ну что ж, как всегда, утро начинается с дел. Люблю все дела переделать с утра. Потом уже не хочется. Снимала это еще до Пасхи. Было тепло и очень хотелось поменять текстиль на весенний, чем я и занялась. Я очень люблю менять текстиль по времени года. Достала летний. Он летний-летний. Это старый комплект из магазина Икеа. Я не знаю, ему, наверное, уже лет 15. А может и того больше. Покрывало уже довольно старое. Верхняя ткань очень легкая и тонкая. И котики в свое время сделали дело. Вышло из положения. Благодаря Любе из ателье я как-то показывала, какая она рукодельница. Где еще? Вот еще. Вышитый цветок. И где-то должно быть еще не так-то просто найти. Да, Люба помогла сохранить это покрывало благодаря машинной вышивке. У нее есть специальная машинка. И эти старые шторы. Они, наоборот, оказались короткими. И от других штор сохранились такие полоски, которые обрезали. И надставили их. Поэтому этот комплект будет еще служить и служить. Тем более, что он любимый. Комната приобрела весенний вид. Я, конечно же, поменяла кое-что на этой полочке, которая висит над кроватью. Ну, в общем, весна. А потом была Пасха. Дочка подарила такой букет пионов. Они чудесные. Конечно же, мы красили яйца. Пекли куличи. Яйца всегда покупаем не крупные. Но чтобы они были с темной скорлупой. Максимально коричневые. И обязательно красим перепелиные яйца. Вот для сравнения, какие яйца мы покупали. Красим только луковой шелухой. В кастрюлю обязательно кладу чайную ложку соли. И ставлю на тихий-тихий огонь. Чтобы вода закипала долго-долго. Ну, а в самом конце натираю растительным маслом. Они становятся блестящими, яркими. Пасха прошла. И у нас наступили такие холода. Пошел снег. Все цветет. И с неба сыпется снег. Сначала он был не очень сильный. Все быстренько переоделись в пальто. Надели шапки. А я возвращаюсь из магазина Фикс Прайс. Купила такие веточки. Потом покажу их поближе. Все только зацвело. Все такое нежное. И на тебе снег. Дома тоже стало холодно. Пришлось занести цветы с балкона. Иначе бы они замерзли. У нас снова затопили батареи, которые выключили до этого. Вот так у нас метет. Второй день. А непогода набирала обороты. Такое впечатление, что к нам вернулась зима. За то время, пока цветы стояли на балконе, они так выросли, особенно за миокулькас. Одноветка стала просто огромной высоты. Листья блестящие. Красивые. Борьба между весной и зимой продолжалась. То светило солнце, то шел снег. Как красиво смотрится цветное стекло, когда на него попадает солнце. Какие красивые блики. Но тем не менее, все равно весна победит. И все равно будет лето. А вот и те цветы, которые я купила. Сиреневые. Осыпаются. Какая-то мелкая пыль с них летит. Я не пойму даже, что это. Ну, а я продолжаю наводить летний декор. Достала шляпки. Они тоже создают такую атмосферу. Повесила букет. Потом он немножко изменится и станет таким. Мне нравятся искусственные цветы. Меня они тоже радуют. Купила горшки. Нужно будет пересаживать цветы. Вот эту огромную монстеру. И еще один цветок. Я думаю, подойдет. Купила два цвета. Жалею, что взяла этот белый. Второй цвет, нежно-бежевый. Мне гораздо больше понравился. Брала горшки. Тоже в магазине Фикс Прайс. Не, удобно. В общем, размер в размер их надо брать. Это 37-й. Хорошо. Мне нравится. Ну как? Ну, юбка, конечно, голубая. Большой вопрос. Да? Ну, посмотрите дома. Посмотрю дома. Да, да, да. Несмотря на непогоду, все равно готовимся к лету. Зашла, забрала свой заказ в Фаберлик. Там же в пункте самовывоза сразу померила кеды. Они мне подошли. Чем удобно? Если что-то не подойдет, можно совершенно спокойно, без всяких проблем, сдать товар, и тебе тут же возвращают деньги. Зачисляют на твой счет. Кеды белые. Я сразу скажу, они нелегкие. В общем-то, классическая модель. Верх эко-кожа, подкладка, текстиль, подошва, ПВХ. Ну, как правило, стандартный набор для обуви от Фаберлика. Я взяла 37 размер. Можно сказать, размер в размер. Кеды хорошо подойдут и на широкую ногу. Взяла белую футболку. Она из мягкого хлопкового трикотажа. Состав 92% хлопка, 8% эластана. Обычная футболка. Взяла размер XL и, в общем-то, утонула в ней. Мне кажется, она такая полноразмерная. Ну и, наконец, последняя. Для создания образа, который я подсмотрела в каталоге Фаберлик, юбка. Ткань 100% вискоза. Довольно тонкая. Юбка просвечивает. Но настолько комфортная, легкая и воздушная, что просто прелесть. Ну, а сейчас покажу, как все это смотрится на мне. Футболка. Огромная. И в плечах велика. И широка. Но она очень хорошо подошла славе. Поэтому сдавать ее не буду. Под его бежевые джинсы и такого же цвета жилетку подойдет прекрасно. А вот так с жилеткой смотрится на мне. Ну и вернемся к юбке. Впереди две складки. Карманов нет. По бокам разрезы. Сверху собрано на резинке и на кулиске. Длинная. У меня рост метр шестьдесят. Юбка взяла размер XL. Ну и, конечно же, хочется немножко поиграть, поменять образ. Надела куртку джинсовую. Собственно, такой образ в каталоге мне и понравился. Собирала именно его. Куртку можно носить расстегнутой. Можно застегнуть. И так, и так. Мне нравится. Что касается цвета юбки. Мне кажется, все-таки она не голубая, а больше серая. Или бы серо-голубая. Кеды покажу немножко поближе на ноге. Несмотря на кажущийся объем, смотрится компактно и аккуратно. Ну и, конечно же, для полноты картины нужна и сумка. Кстати говоря, я переобулась и надела свои старые кожаные ботильоны. А потом переобула другие босоножки, которые больше подходили под цвет сумки. Вот этой. Мне кажется, тоже неплохо. Такой летний образ, благодаря Фаберлик, у меня получился. Вот единственное, подумываю, наверное, нужно будет купить нижнюю юбку. Ну и еще хочу показать кое-какие покупки. Купила красивую узбекскую тарелку. Если не ошибаюсь, она из глины. Как и этот товарищ. Товарищ у меня уже давно. Мне его когда-то дарили на работе. Тарелка довольно большая. Диаметр у нее 32 сантиметра. Мне очень нравится орнамент. Яркий, красивый. Ее можно поставить и на эту полку. Можно приспособить и сюда, позади чайника. Тоже красиво смотрится. Тарелку купила со скидкой. И стоила она 800 рублей. А как на ней красиво смотрятся фрукты. Просто услада для глаз. Ну и еще покупка. Купила две салфетки. Круглые, плетеные. Их можно использовать как и для сервировки стола, так и для настенного декора. Мне кажется, тоже красиво смотрится. И самое главное, декор получается недорогой. Ну а теперь отправляемся на пикник. Пошли все в лес на пикник. Да? Пошли. Давай ручку. У нас по-прежнему холодно, но хотя бы снег не идет. Где вторая у тебя? Зато ветер с ног сдувает. Вперед. Идем мы в Кусково. Вообще холодная. Все полетели, 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 полетели. Вот так вот. Это ушко белочки. А вот так вот глазик лягушки. И сюда второй. Вот. Во, у тебя кто получился? Жабенок. Жабенок. А я тут белка. А у меня белочка. А вот так вот зайчик. Какой прирост на елках. Смотри. Видишь? Молодой, зеленый. Вот это. Видишь прирост? Кисточки такие салатные. Елочка растет. Еще не высохло. Столько воды. И я помню, тут утки плавали. А так дедушка свалил самокат. Да, да, да. Дедушка так свалил самокат. Давай-ка в сторонку. В сторонку. Я не знаю. И я не знаю. Хочешь к воде подойдем? Ну, давай. Пошли. Аккуратно только. Давай. Главное, листики есть. Осторожно. И здесь. Смотри, сколько воды. Видишь? Тут прям целое море. Ну, не море, конечно. Ну, не море, конечно. А что там лежит? Где лежит? Вон она. Это остров. Остров. Ага. Ну, пошли. А где дедушка? Да вон дедушка. Вон там, видишь? Все занято, Ань. Все столы. Да, конечно, залка. Ну, пошли дальше, посмотрим. Может быть, найдем. Если нет, то сядем где-нибудь на лавочку. Вот и все. На лавку не очень. Ну, уже извините, как получится. Идите. Все занято. Вон свободные столы. Вот, видишь, Ань, здесь можно шашлыки жарить. Что-то вроде мамгала. А вот здесь вот можно и присесть. Так, достаем все. Сначала стелим газеты. Единственное, я забыла полотенце, чтобы застелить газеты сверху. Ну, ладно. Забыла и забыла. Да, ставьте. Молодец. Давайте чем-нибудь придавливайте здесь. Давай. А садись как куда хочешь, Анют. Тебе яблоко почистила, помидоры, огурцы. Печенье тебе детское взяла. Это для уточек. Вода. Что-то далеко. А ты что-то так далеко ушла-то. Так. А что, нужно вытирать? Это сейчас. Только сначала мы руки будем вытирать. Я салфетки взяла, яблоки. Ну, сейчас мы, конечно, начнем снять. Это у нас пицца. Пицца? Пицца. А, пицца. Я думала, пицца. Так, и твои любимые яблочный сок. Так, вот эти тогда газеты, наверное, пока можно убрать. И еще яблочный виноградный мой любимый. Теперь и твой любимый яблочный виноградный? И яблочный. Так, проходим. Так, где у нас салфетки? А где будет дедушка сидеть? Дедушка, туда сядешь? Напротив нас с тобой. Хочешь сюда, в краешку, или тут сиди? Где тебе удобно? Давай лучше. Здесь? Поппи не хочет. А дедушка что, там будет сидеть? Дедушка вон там, напротив нас сядет. Так. Так, давайте сначала пиццу. Мы, когда с Галей отдыхали в санатории, единственное, что я оттуда Аня привезла, сейчас тебе покажу. Складной ножик купила. Складной ножик? Да, сейчас тебе дедушка покажет. Вот он, смотри. Он складывается. Во, видела? Так, доставай пиццу, разрезай. Только маленький кусок, потому что я соус не очень обожаю. А там соуса почти нет. Почти это не считается. Вот так. Следуй, Таня. Давай. Вон, электричка. Вот это вот уже, Слав, на нашу дачу, да? Да. Это, если бы мы сели на нее, мы бы приехали к нам на дачу. Ну как, вкусный? Так, ну все, тут вроде чисто оставили. Корми, корми. Дедушка пошел мусор выбрасывать. Ну ты бросил, а ты к нему не подходи, он тебя боится. Ой, птицы-то поют. Птицы-то поют. Везде вокруг шашлыки жарят. И опять электричка. Она на дачу туда или туда? Туда. Ага. О, я не знаю. Ну так давай она даже на дачу добежит. Да, на дачу на машине поедем. Пилка. Ты к ней только не подходя, то она убежит. Ну иди только тихо-тихо, не пугай ее. Давай ей яблоко отдадим. Давай, Белка. Я отдам. Нет, ты же не дотянешься. Пошли. Малышка, мы тебе хотим дать яблочко. Ну, убежала. А я сейчас я не положу сюда. Они яблочки тоже едят. Видишь, как купаются? Гуля-гуля. О, давай покормим их. Ну, он прям к ногам подходит. Ну и, конечно же, мы зашли в фикс-прайс. Он у нас совсем рядом. По пути. Осторожно, пошли дальше. Я вот такие вот купила. Давай лучше эти купим. Да я не буду их покупать. Зачем они? Пошли дальше. Пошли дальше. Смотри, не разбей. Двумя ручками держи. Аккуратно. Осторожно. Вот так. Пошли дальше. Смешные, да? Спит. Пойдем в игрушки. Так, нам нужны мелкие. Это называется маленький доктор. Маленький доктор? Да. А что он делает? Вот тут, видишь, очки, чтобы был лунный вид. Фонандоскоп, микроскоп, лупа. Комната с мебелью. У тебя есть это все. Похожее. Ой, смотри, какая гусеница смешная. Смотри, какие, да, фонуски. Сцепляющиеся, видишь, они вот такие вот. А, я знаю. Знаешь? Угу. Ну, клади обратно. А, это что такое? Смотри, какой белый мур. Ага. Это, наверное, из гипса, да, он тяжелый. Тут разные лягушки. Квакушки. Квакушки. Мама его всегда ищет, этого малыша. Это что такое? Даже не знаю. Скакалка с колесом. Это резинка для волос называется. Слушай, такая смешная. И что? И у тебя будет сзади вот такая коса висеть. Да, да, да. А вот еще, смотри, прятки. Видишь, все тут на заколочку. Разноцветные. Страшные. Клади он туда, там нет на что вешать. И вот еще такая резинка. Достанешь? Ага. Здесь мелкие ищи. О, я вижу, Аня. Вот они. Смотри, вот. Ну, это уж совсем огромные. Вот. Да, давай маленькие возьмем. Нет, здесь только такие есть. Нет, смотри, еще больше есть. Вот это эти. Да куда такие огромные? Давай вот ту возьмем, ведерко. Вид, бери ведерко. Так, сколько они у нас в 103 к 3? Пошли. Вот, смотри, сумки такие. У тебя же есть детские сумки, да? Да. Только они меньше, чем эти. Меньше? Да. А ты хочешь, смотри, рюкзачок какой. Ну, это для школы. Да для какой школы? Это как раз для тебя. Для тех, кто еще не учится. Так, ну, пошли дальше. Покажи розочки. Красивые. Держи. Пошли. Шагай вперед. Так. Не знаю, сколько стоят банданы. Смотри, платок на голову, Ань. Смотри, какие красивые. Как ты на это смотришь? Хорошие. Черные тут еще, красные. Разные-разные. 99. Нет, это носки детские написано 99. Слушай, смотри, какие расцветки. Нет, подожди. А тут написано... Носки детские 59. А тут 99. Ну, тоже, носки детские. Две пары. Выбирай. Какая больше всего нравится? Смотри, ты все просмотри. А вот, смотри. Ты так их вот так вот. Смотри. Раз. Тебе больше всего понравилась та, которая первая? Да. Ну, и бери ее. Ага. Сейчас, видите, сложу аккуратно ее на место. С ассортиментом товара. Нормально уже рисовать. Уже тепло, да, на улице? Ага. Розы красивые такие. С этими днями холодючими. Карточка. Ой, какой платок. Ой, не то слова. Самая красивая пушевая тварель. Ну как, хорошо мелкие рисуют? Ну. Что-то написала? Мама, я тебя люблю, да? Сердечко. Хоть дай мне мусор не бросай, но потом выбросим. На даче будешь еще рисовать. Какой же выбрать? Какой хочешь. Вот эту похоже на бабочку. А вот эту похоже на мураблику. Может, это бабочка? Бабочка. И эту бабочку вот. Осторожно. Осторожно. Давай, раскрашивай дальше. Замерзная. Нет. А мы что, на полу будем? А где? А я думала, на столе. А где удобнее? Давай на столе. Или он давай на полу, наверное. Давай лучше на полу. Хорошо. Давайте, расстилайте. Ань, горшки неси. Так. А куда? Сюда ставь. Сегодня мы будем пересаживать два цветка. Да, ставь сюда. Ань, отойди. Там холодно. Балкон дедушка открыл. Хорошо. У нас батареи затопили. Тепло. Давай первым делом пересадим монстеру. Потому что она больше всего нуждается в пересадке. Так. Неси. Так, Анютка. Ань. Господи. Ой, видишь, какая огромная. Я не очень представляю, как же мы ее будем пересаживать. Ну, уж как мы пересадим. Ну, пусть положит пока. А то нам еще нужно будет убираться. Да, конечно. Хочу пересадить, пока на балкон их обратно не занесли. Так. убирайся убирайся они пока монстера насколько выше стала да так сейчас пойдем еще за землей да не хватило нам бедра вот эти такие удобные сколько она у нас уже не помнишь лет пять очень удобные и места не занимает здесь в шкафоне у нас и ведро и таз прям в рифму шкафоне у нас ведро и таз это таз висит а вот здесь ведро закрываем так убираемся дальше аня ты-то где ты там тоже подметает так планы в туалете я все помыла игрушку бабушка нашла теперь они катаются на этом подожди а ложку чайную опа свалилась вот так нам служит подставка для цветов на этом пожалуй все до встречи ложка ты ложка ты сама ты ложка